Реновация 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 объекта, значит, как я уже сказала Может проходить с сохранением объекта И подразумевать полное освобождение территории И снос всех объектов Сохраняя объект, мы можем либо сохранить его функцию Либо изменить Соответственно, в результате могут появиться такие интересные объекты Как лофты, творческие кластеры, арт-кластеры и так далее Освобождая территорию И осуществляя новое строительство Собственно, мы тоже можем либо возобновить В новых объектах старую функцию, что происходит редко Либо развитие альтернативной функции Это вот часто, например, реорганизация промзон Когда территория начинает комплексно развиваться Появляется жилая, общественно-деловая, социальная функция Территория озеленения Сразу хочу дать еще несколько терминов Потому что в докладе я могу их миксовать И просто чтобы вы сразу понимали, что все это Термины, описывающие в том числе процесс реновации Мы с вами уже поняли, что приставка «ре» в слове «реновация» Это означает возобновление Так вот, «редевелопмент» Девелопмент – развитие Это, пожалуй, самый распространенный тип инновации Когда из невостребованных территорий Собственно, реализуется инвестиционный выгодный проект В результате «редевелопмента» всегда происходит Полная перезагрузка объекта недвижимости Неизбежно, соответственно, повышается экономика объекта Экономика места Девелопер получает прибыль Ревитализация – вид от латинского «жизнь» Интересное понятие То есть в переводе это возвращение объекта к жизни Вообще-то частный случай «редевелопмента» Тоже чаще применяется к промкам Когда-то в промпредприятии, в объекте кипела жизнь Сегодня объект выключен из городского контекста И остался, грубо говоря, за бортом Так вот, как раз ревитализация способна с таким бережным, Внимательным отношением именно к истории, духу, места Возобновить какую-то функцию в этом объекте Интересное еще есть явление – джентрификация Джентри – от английского дворянства Вообще термин был введен еще в Лондоне Когда расселяли рабочие районы Лондона Знаете, это территории, где, как правило, проживали расовые, национальные меньшинства Коренное население отселяли в пригород, на окраины Территорию полностью благоустраивали Осуществляли собственный инвестиционный проект И в результате повышалась престижность района Как правило, на территорию приходили люди другого достатка А отселенные редко когда могли позволить себе, собственно, вернуться Потому что арендная плата за землю, за недвижимость неизбежно росла Я хочу разобрать сегодня с вами реновацию на трех основных блоках И поделила я их по типу реновируемых объектов То есть это промышленные и производственные объекты Территории, в глобальном смысле слова, да И реновация жилых зданий И начнем мы с производственных объектов Хочу начать с такого объекта, как газгольдер Вообще истории с газгольдерами, они всегда очень интересные Поскольку само по себе сооружение, с архитектурной точки зрения, оно уникальное Ну что такое газгольдер, я думаю, всем понятно Это бывшие сооружения для хранения газа, нефти В начале 19 века они активно строились на газовых заводах по всему миру Потом резко газовая промышленность отпала необходимость таких больших резервуаров Мы перешли к электричеству, природный газ не требовал таких массивных резервуаров И большинство газгольдеров на самом деле пошло под снос Часть из них начала использоваться под склады и другие цели А некоторые спасла мода, скажем, на промышленный дебелопмент И вот перед вами как раз такой пример Жилой комплекс Кинкросс, Лондон Вообще проект выполнен в составе большого масштабного проекта Мы его посмотрим чуть позже, когда будем говорить о территориях Сейчас, вот посмотрите, генеральный план Три жилых блока, связанных между собой рамы Вот внутренний двор, патио Здесь парк газгольдера Собственно, вот круглый каркас газгольдера Он и лег в основу планировочных решений квартир Которые имели вот такую вот клиновидную форму Обратите внимание, окна жилых комплексов защищены такими серыми перфорированными жалюзями Из металла Они как бы легко складываются Соответственно, свет за счет перфорации проникает в жилое помещение А люди при этом обретают необходимую приватность Плюс, а экстерьер объекта, да, снаружи выглядит довольно аутентично Интересный объект жилого комплекса — парк газгольдер Это такой открытый полый каркас для проведения культмассовых мероприятий Вообще, этот проект уникален чем? Тем, что все исторические металлоконструкции XIX века были демонтированы и отлиты заново То есть, когда правительство Лондона решило На тот момент было 9 газгольдеров на территории Приняли решение сохранить 4 из них Так вот, по задумке архитекторов, они должны были быть перемещены в плане Собственно, поэтому пришлось их демонтировать и отлить заново Можете сравнить с историческим снимком газгольдера И видно, насколько тонкой была инженерная работа То есть, все чугунные колонны, вот в два ряда Решетчатые рамы, палки Все это очень-очень даже как раз-таки хороший пример ревитализации Когда в объект вдохнули новую жизнь При этом сохранили именно его историческую ценность В том числе фасадную А еще один такой хрестоматийный пример Комплекс из 4 газгольдеров в Вене Правительство Вены в 2000 году решило сделать конкурс открытый на разработку проектов В результате победило 4 сразу архбюро Соответственно, каждому из 4 бюро дали по одному газгольдеру для работы Все архитекторы подошли к задаче по-своему Так, например, одно бюро, помимо работы с внутренним объемом газгольдера Приставило к нему такой оригинальный внешний объем Офисное здание, напоминающее щит, да, такое надлом посередине, как у листа бумаги Вторым газгольдером занимался Жанн Нубель Вот здесь все внутреннее пространство состоит из таких сверкающих зеркальных поверхностей Первый этаж занят торговым центром А третий газгольдер представляет собой по большей степени жилую функцию Квартира расположена такими уступчиками, что обеспечивает хорошую инсталляцию А четвертый газгольдер, вот справа, он отличается от первых трех тем, что внутренняя оболочка газгольдера Она служит только, собственно, буфером между окружающей средой и внутренним пространством газгольдера А сам объем общественной жилой функции сосредоточен вот в этом трехлистнике Собственно, да, по центру Не могу не сказать, мы сейчас с вами находимся в 100 метрах от знаменитого петербургского газгольдера Вообще Петербург на самом деле являлся столицей газового освещения Собственно, почему появлялись газгольдеры в Петербурге, да, так раньше освещали улицы Вот, и Ну, так же он, собственно, как и предыдущий, тратил свою функцию В 2001, по-моему, году он стал объектом культурного наследия федерального значения К объектам культурного наследия у нас применяются такие адаптивные, менее реновационные методы То есть консервация, адаптация Поэтому очень долго в этот газгольдер не могли вдохнуть вторую жизнь И только в 2017 году в нем состоялось открытие планетария номер один Если кто еще не был, сходите обязательно Кстати, за счет того, что диаметр купола составляет порядка 40 метров Этот планетарий стал самым крупным в мире До этого самый крупный был в Японии Приведу еще несколько примеров В мире действительно их масса на сегодняшний день Вот уже процесс строительства атомной электростанции в Берлине Остановили, потому что тоже в результате перехода на альтернативные источники энергии Но успешно перепрофилировали этот большой универсальный объем По спортивной функции парк развлечений Еще несколько примеров Здание, бывшая фабрика пылесосов в Берлине Стала таким необычным отелем Жилой дом в Калифорнии разместился в здании бывшей котельной Потутный центр в Сан-Франциско Разместился в здании авиационного ангара Сохранил мечту в полетах На самом деле даже в Китае закрывают заводы Вот в Гуаньчжоу, вы видите пример справа внизу Планируется строительство многофункционального комплекса На месте бывшей тоже фабрики А в России ретибеллов на треновации Начали набирать обороты в 2000-х годах Мы, как всегда, идем с небольшим запозданием В качестве примера хочу привести московский дизайн завод Флакон Некогда тоже в фабриках Завод Хрустальный имени Калинина Во время перестройки флакон Москва-Париж Собственно, там производили флаконы для духов И в 2007 году, когда этот объект перешел к частному инвестору Собственно, девелопер принял решение о ревентализации объекта На самом деле была произведена большая работа Потому что стеклопромышленность относится к довольно высокому классу опасности Поэтому необходимо было провести чистку, озеленить территорию Произвести много работ именно по очищению И от производственного оборудования И от, скажем так, всего стекла мусора А в результате сегодня дизайн завод Флакон Это популярное место, где сосредоточены многочисленные креативные пространства Шоурумы, лофты Даже, кстати, журнал Forbes в 2011 году назвал дизайн Флакон Местом, которое изменило облик Москвы к лучшему В Петербурге это креативное пространство ткачи Тоже, кстати, здесь недалеко В здании бывшей ткацкой фабрики Хочу еще привести несколько примеров джентрификации Я говорила, это связано с привлечением, скажем так, другого класса людей Но вот немножко в другом прочтении Может быть, тоже знаете, арт-центр Пушкинская, 10 Если коротко, какой была история этого места? В 90-е годы прошлого века В заброшенное здание, его освободили под капремонт Заселяются сквотеры То есть независимые художники, музыканты Они начинают на регулярной основе проводить в здании Какие-то творческие вечера, фестивали В общем, досуг И все это перерастает в то, что они официально открывают здесь организацию Сейчас она по сей день действует Сейчас она называется товарищеская культура То есть, грубо говоря, вот эта составляющая культурная При определенном исходе это здание могло быть снесено И его история сложилась бы совсем по-другому В этом случае с объектом была закреплена такая культурно-креативная, скажем так, функция И позволила объекту существовать до сегодняшнего дня Существует такой стереотип, что вот как только какие-то музыканты Люди творческой профессии заселяются в любой объект Сразу происходит жентрификация, да, то есть не совсем так Просто, как правило, за творческой, скажем так, интеллигенцией Тянутся молодые предприниматели, стартаперы В результате формируется определенная инфраструктура То есть увеличивается количество таких развлекательных заведений, баров, магазинов, офисов И властям выгодно поддерживают такие начинания Они, собственно, начинают тоже вкладывать инвестиции И также добавлять в этот, скажем так, уже разрастающийся арт-квартал Какие-то стартапы, арт-кластеры формировать И в результате всех этих действий растет престижность района Меняется, скажем так, социальный и архитектурный облик района И вот тогда происходит жентрификация Вернемся все-таки еще раз в Петербург Территория обводного канала То есть из десяток вековых заводов, из которых сегодня на самом деле работает лишь несколько Так называемый серый поезд Петербурга Вот в 2000-х годах владельцы частично функционирующих, не функционирующих заводов Они заселяли на самом деле искусство сюда практически бесплатно То есть настолько они хотели, чтобы это привлекло впоследствии арендаторов И, в общем-то, это сработало, на мой взгляд Потому что сегодня все равно наше, скажем так, просто мнение горожанина О водном канале, оно все равно, пусть частично и пока не глобально, но меняется Потому что здесь появилось сосредоточение так называемых креативных пространств Это и ткачи, и красный треугольник, и галерея завод, и лофт-дворец Еще, кстати, тоже интересный пример, вы все его прекрасно знаете Лофт-проект этажи Тоже удачный пример ревитализации Смотрите, мы с вами посмотрели достаточно много примеров Именно реновации производственных объектов И вы, наверное, понимаете, что пойти практически в любой объект Можно вдохнуть жизнь То есть будь то газгольдер, атомная электростанция, котельная Просто фабрика или завод Наверное, здесь единственным ограничением является бюджет инвестора И фантазии, собственно, архитекторов и дизайнеров Сейчас я бы хотела поговорить с вами о реновации территорий Главное отличие от реновации просто локальных точечных объектов Это, конечно, комплексный подход То есть здесь архитекторы порой уходят на второй план На первый план встают экономисты, социологи, транспортники, инженеры и так далее Разберем пример на Великобритании Тоже Докландс, район Лондона Сегодня это одна из наиболее престижных локаций британской столицы Кеннери Уорф и ее часть Это второй финансовый центр Лондона Территория в 420 гектар Нам сегодня, на самом деле, сложно, наверное, поверить Что вот это все 30 лет назад выглядело примерно так То есть это был депрессивный портовый район Сюда приходили корабли Осуществлялась разгрузка, загрузка В какой-то момент грузы начинают перевозить в контейнерах И лондонские доки просто перестают справляться со своей задачей Собственно, корабли начинают разгружаться в более глубоководных портах А лондонские доки резко закрываются Что происходит? 400 гектар Огромное число, там порядка 80 тысяч британцев теряют свою работу Территория явно нуждается в реновации И правительство Великобритании это понимает Но большая проблема стояла в том, что исторически эта часть была оторвана от основных центров Лондона И плюс на 400 гектарах было огромное количество землепользователей На самом деле, урегулирование земельно-имуточных отношений в процессе реновации Это часто очень сложный такой момент, который стопорит дальнейшее развитие Так вот, модернизацией этого района занялось правительством Маргарет Эйчер Была создана специальная корпорация по редевелопменту Докландса И главное место в этой корпорации было отдано бизнес-архитекторам А главное место заняли экономисты И первым решением было именно решение транспортной задачи Были протянуты новые транспортные маршруты, магистрали Которые, наконец, соединили анклавную портовую часть с центральными частями Лондона При этом, кстати, эффективно использовались существующие ресурсы То есть была запущена новая ветка метро, но она была запущена по существующему железнодорожному пути Правительство прекрасно понимало, что просто так люди в Докландс не поедут Поэтому они понимали, что основное финансирование будет за счет конкретного инвестора То есть они, скажем так, предполагали, что конкретные деловые районы Лондона захотят переехать вновь реновируемую территорию Для этого была создана специальная экономическая зона Что такое экономическая зона? Это территория, где действуют определенные льготы по финансированию, налоговые льготы Что, безусловно, привлекает инвесторов Правительство, чтобы избежать социальных конфликтов Потому что, как я говорила, все-таки коренное население на этот момент, оно, естественно, переезжает Потому что все это происходит, происходит реализация Так вот, 40% жилья могли себе позволить британцы со средней зарплатой В результате, действительно, ученые проводили исследования Больше половины проживающих в Докландсе приехали сюда именно в связи с этой программой Потому что могли себе это просто-напросто позволить Для общения с жителями уже в строящихся жилокомплексах Были открыты, так называемые, организации Для регулирования каких-то местных, локальных вопросов То есть, как мини-публичный слушай, назовем это так В результате всех этих действий, именно комплексного подхода В Докландсе появилась не только общественная деловая застройка и жилой функции Здесь появились новые медцентры, школы, центры профподготовки Была произведена мелиорация земли Население района выросло в два раза Но при этом число рабочих мест выросло в три раза То есть, все-таки Докландс изначально планировалось развивать Как именно деловой центр Лондона Кстати, обратите внимание, вот даже здесь на генеральном плане На птичке видно, вот, да, там водная поверхность Открытое пространство Так вот, из 400 гектар, 130 гектар То есть, практически треть Была отдана в генеральном плане Под открытое общественное пространство То есть, все это позволяло сформировать именно комфортную среду Куда хотели, как бы, жители переехать Где они хотели работать и, собственно, существовать Вот, увидите, что, как их называют часто Непоскребы, выросшие из трущоб То есть, действительно, на месте стагнирующей территории Появилось вот такое современное пространство для жизни и работы Как у любого явления В том числе у реновации В данном случае ее можно назвать джентрификацией Как бы, естественно, есть плюсы, минусы То есть, с одной стороны, это отток жителей Какие-то бывают конфликты культурные, этнические Повышается, безусловно, стоимость аренды жилья И вообще жизни в этом районе Но для города, да, это, безусловно, драйвер развития Потому что увеличивает, растет, повышается обслуживание Транспортной инфраструктуры И улучшается экономическая ситуация То есть, в целом, это дает положительную динамику Для территории, для города в целом Еще один пример Территория редевелопмента норвежского Озла У норвежской столицы есть такой, значит, главный элемент Это водный фьорд Потому что это, в принципе, портовый город Но долгое время жители не имели прямого доступа Поскольку вся вот непосредственно портовая территория Она была занята портовыми сооружениями, верфями и так далее И 20 лет, поскольку основным собственником участка был порт Правительство и жители доказывали и решали Урегулировали эти все отношения Чтобы начать реализовывать масштабный проект Проект действительно тоже масштабный Он составляет примерно 200 гектар И вот на схеме вы видите Там разные зоны, да, они покрашены То есть это, скажем так, пусковые элементы Потому что, ну, такие масштабные проекты Они не делаются за раз То есть это какая-то очередность При этом порт, естественно, останется Но он переместится из центральной части, да, вот в самую западную Чтобы не мешать, так сказать, комфортному развитию остальной территории Вот, например, Эйкер-Бридж Это уже, значит, так реализованная, скажем так, часть набережной Как раз на месте старой верфи Здесь появились такие больше развлекательные функции Остров Тюхолмен В переводе с норвежского означает остров Вару Тоже имел не очень презентабельный имидж И задача архитектора было его именно разбавить В результате на носу острова появился Музей современных искусств Сам остров архитекторы разбили на каналы Поскольку, я говорю, что для норвежцев Очень важен контакт с этим вот водным бьором С природой Поэтому все визуально-ландшафтные связи Они именно направлены на то, чтобы люди могли наслаждаться красотой воды Самый, наверное, масштабный участок реновации в этом проекте Это бьорвик Он еще не реализован Здесь как раз в этой части находятся основные здания порта После того, как порт будет перенесен Здесь будет развиваться общественная зловая функция Кстати, вот интересный момент Здесь сейчас такая по центру, видите, круговая развязка шоссе И стаканная Так вот, правительством было принято решение То есть стаканную развязку закопать в тоннеле под залью То есть вот, если здесь устроивающиеся комплексы Мы ее еще видим То спустя буквально полгода, да, она уже демонтирована Остался только правый поворот, она уходит под землю Один уже из знаковых элементов, может быть, вы увидели Это норвежская опера Она как раз реализована в составе реновации именно полуострова Бьорвик С 2008 года она уже стала таким символом осла Новым для жителей, для туристов Вот это ее наклонная крыша, которая как бы является, скажем так, функциональной То есть не просто кровли, а такой променад, пешеходная зона Она так эффектно уходит в воду И поддерживает именно эту концепцию контакта с природой В самом начале мы начали с жилого комплекса Газгольдере Вот как раз вот эти Газгольдере, да, такие штуки И, собственно, большой проект, который я вам хотела показать Уже до станции Kings Cross Этот проект был в Лондоне реализован к Олимпийским играм Вообще, кстати, спортивные мероприятия часто бывают драйвером развития именно больших территорий Проект этот... Здесь, наверное, я отмечу только тот факт, что, ну, помимо того, что он также развивается комплексно Вы видите, появляются вот зелеными кровлями жилые общественные здания, объекты, новые пространства Много объектов в этом проекте было именно сохранено и приобрело новую жизнь Помимо вот Газгольдера, да, например, было здание зернохранилища Сейчас здесь и Лондонский колледж искусств в Сен-Марксенсе Само здание вокзала, вот историческое, его исторический фасад Просто оно нуждалось реконструкции, потому что у него там было всего, условно говоря, две платформы Он не справлялся просто с современным пассажиропотоком И сам исторический фасад, он остался неизменным А вот внутреннее пространство, площадь, они, конечно, были реорганизованы, реконструированы И вот появилась такая оболочка, которую лондонцы очень гордятся, называют ее МЛО Ну вот, собственно, мы с вами закончили рассмотрение реновации территорий промышленных объектов Реновации территорий, в принципе, зоны реорганизации Я бы сейчас хотела перейти к реновации жилого фонда Что здесь происходит? То есть, да, понятно, что эта проблема вообще обновления любого фонда Это всегда необходимо, скажем так, с течением времени мероприятие Потому что всем ничто не вечно И сейчас в России остро стоит вопрос о реновации жилого фонда Который возник в 50-х годах прошлого века Это наши любимые хрущевки Вообще, на самом деле, хрущевки, вы, наверное, знаете, они возникали не только в СССР То есть, после Второй мировой войны Что происходит? Происходит сначала демографический рост Соответственно, число населения увеличивается Происходит жилищный кризис Потому что людей становится больше А жилищные условия все те же И, соответственно, вот после Второй мировой войны Во всех странах маршавского блока возникает проблема реновации То есть, это и Германия, ФРГ, ГДР, и Польша, и Чехословакия Единственное, во всех этих странах реновация прошла за несколько десятилетий У нас она вот все еще идет Что хочу сравнить? Вот, смотрите, здесь данные цифры по жилобеспеченности на человека То есть, вообще, состояние жилищного хода Но является, скажем так, не только показателем социального обеспечения Социальной стабильности страны Но и экономического развития То есть, если, например, у нас в России сегодня 24 квадрата на человека То в развитых странах, например, в США это 75 квадратов А в Великобритании, Германии 62, 45 Даже в Китае уже 30 Я почему говорю даже? Потому что после войны обеспеченность в Китае была 3 квадрата на человека Но за последние десятилетия она выросла до 30 И мы уже отстаем Вообще, программа реновации жилищного фонда Она не может происходить без поддержки государства Потому что это, в первую очередь, финансовый ресурс и административный Поэтому мы сейчас посмотрим, как это происходило в нескольких странах Потому что мировой опыт, понятно, накоплен большой И во всех странах все равно все происходит по-разному И разные менталитеты, и разные изначально исходные условия Например, в Америке, как бы тоже в 49-м году Начинается, принимается закон о жилье То есть страна нуждается в экономическом росте В перепланировке крупных американских городов Они запускают масштабную программу Turbo Renewal Program Это программа городского обновления Которая включает практически 450 городов При этом правительство активно экономически поддерживает эту программу Она выделяет гранты, субсидии Поддерживает ипотечные кредитования Создает в свое специальное по стране агентство Которые определяют участки реновации Проводят слушания, согласовывают эти проекты На самом деле, понятно, что в любом явлении Реновации жилищного фонда особенно Есть плюсы, есть минусы Все-таки в Америке, ну как бы Это несомненно дало экономический, скажем так, эффект То есть то, ради чего это все затевалось Но были и недовольства, были и минусы И вот хочу привести пример Как провалилась в Америке, а у нас, кстати, прижилась Вот эта история со спальными районами 56-й год, то есть спустя буквально 6-7 лет С начала программы реновации В Сент-Луисе, да, то есть, ну как бы, окей, не в центральном районе Состоялось торжественное открытие нового жилого комплекса Обратите внимание, 33 11-этажных дома То есть видно, что, как бы, в принципе, инфраструктура незамысловатая Очень напоминает наши спальные районы Окружена она вся вот одно-двухэтажными там трущобами, бараками Изначально правительство предполагало заселить туда средний класс Соответственно, да, чтобы проходила какая-то там джентрификация, грубо говоря Но средний класс здесь долго жить не смог Соответственно, дома очень быстро опустили Их стали заселять бедное И туда стали приезжать бедное население Которое не могло, как правило, платить за аренду жилья Соответственно, жилье приходило в упадок И уже через там 10 лет Правительство стало снова вкладывать деньги Чтобы как-то остановить этот процесс Вот деградирования вот, собственно, этой недвижимости Сначала они вкладывали инвестиции Потом поняли, что смысла нет Сначала снесли там несколько домов Потом снесли весь район То есть, грубо говоря, вот этого квартала И он был не один, хватило там на 15-16 лет После чего правительство отказалось от этой идеи Вот такого строительства именно на периферии спальных районов Потому что средний класс все равно нуждается Скажем так, поскольку это рабочий тоже класс Он нуждается в непосредственной связи С основной инфраструктурой городской Я сейчас просто, так как в Москве мы работаем У нас активно запущена программа реновации Поэтому я чаще, наверное, сравниваю с Москвой Вот как раз Пекин с Москвой очень часто сравнивают Почему, да? Во-первых, это фактор столичности То есть, да, Пекин, Москва Численность заселения примерно сопоставимая И масштабы реновации То есть, в Пекине вот она идет 70 лет С того же 49-го года, но по сегодняшний день Она вот как бы здесь выделила несколько этапов Как это все происходило, да? То есть, как я уже сказала, на момент К 49-му году на одного китайца приходилось 3 квадратных метра жилья То есть, ну это вот санузел, да? Если так Так вот, за первые 25 лет реновации Площадь города увеличилась втрое О чем это в первую очередь говорит? Площадь, я имею в виду именно территориальную площадь Что правительство Пекина не планировало И не застраивало сразу город какими-то высотками То есть, изначально была довольно-таки соразмерная Новая застройка При этом очень масштабная Вот за эти 25 лет, наверное, Пекин построил больше всего Жилья вообще в мире Важно понимать, что больше половины зданий При этом было не снесено, а именно реконструировано Да? Вообще, в те годы условия, конечно, горожан в городе Оставляли желать лучшего То есть, там была полная антисенитария А в домах не было кухонь, душевых Там собывающихся туалетов Отопления центрального Мусорные баки Туалеты часто стояли вдоль улиц Поэтому в приоритете, естественно, стояло Вот, собственно, улучшение санитарных удобств С 1978 года программа была выведена на новый уровень Здесь уже начинается меньше, совершенно практически нет реконструкции Здесь начинается масштабное новое строительство Сначала оно начинается на периферии города И вот с 1990 года правительство появляет дополнительное финансирование А это первый драйвер к реновации И оно запускает уже резолюцию об ускорении реновации Уполномачивает специальный орган Институт городского планирования Который делит весь жилой фонд Условно говоря, на пять категорий Первый и вторый Это так называемого приемлемого качества Третий и четвертый, которые необходимо сносить Пятый, который можно реновировать Вводится национальный стандарт жилья То есть повышается число комнат, квартир То есть человек, грубо говоря, двух комнат Опережает трех комнат и так далее Вот если коротко, наверное, в Пекине это было так Но почему я говорю, что это идет по сегодняшний день Потому что вот с 1990 года Пекин запустил примерно 37 проектов реновации ускоренной И вот в 2017 году выделяется все новые средства И реновация обретает, берет на себя, скажем так, новые обороты Интересен вот еще пример на скандинавских стран В Скандинавии на самом деле существует даже специальная ставка В Швеции, например, примерно 50% дохода Люди могут платить просто за содержание своего жилья, условно говоря, в ближайшем состоянии И у скандинавских стран так принято То есть где-то не 50, где-то, возможно, 11-12 Это не важно Вот, например, в Роттердаме, просто интересный пример Было, значит, дом Он расположен был довольно-таки центрально То есть хорошее у него было расположение Но сам район, в общем, был, скажем так, неблагополучный Много было наркоманов и так далее И он пришел в запущение, да То есть вот так он выглядел Что сделали власти? Власти на довольно льготных, буквально там за символическую плату Готовы были продать эти квартиры Но при условии, что люди, которые будут переезжать в эти дома Создадут специальную ассоциацию И отремонтируют не только свои квартиры Отремонтируют весь дом И, условно говоря, потратят не менее, там, стальгита евро На благоустройство прилегающей территории Такие люди нашлись То есть сначала, как бы, такие люди нашлись, как жильцы одного дома И, собственно, привели его в порядок Потом это стимулировало рост таких ассоциаций И, в общем-то, разрослось это там практически на квартал, так точно Интересен еще для России опыт Германии В Германии, я бы сказала, наверное, реновация прошла быстрее всего Немцы вообще очень кропотливо подошли к этой программе То есть очень много работы было проведено до Поэтому вся реновация, условно говоря, уложилась там вот в 17 лет А с 93-го по 2000-й, по 2010-й Понятно, что какие-то мероприятия там, возможно, идут и сегодня И речь именно о глобальной реновации В которой живут на этот момент большая часть населения Причем быстрее она прошла, возможно, тоже и поэкономической Исходя из того, что экономика поддерживалась То есть, скажем так, инвестиции вкладывали не только государство и муниципалитет Сами жители платили примерно 11% от общей стоимости работ Все это вкупе, естественно, оказывало такой экономический эффект И ускоряло сам процесс Изначально программу в Германии тоже критиковали жители Без этого никак, потому что считалось, что... То есть, как решали в Германии сносить здание или нет То есть, если износ физически здания больше 60, то здание сносим Если меньше, то санируем То есть, проводим ряд мероприятий Там утепление, работа с инженерными системами, с конструкциями и так далее И приводим здание в порядок И вот люди первые несколько лет критиковали правительство За то, что большая часть домов была причислена именно к первой категории Поэтому последние годы реновации, они на самом деле ушли больше в реконструкцию у немцев И вот хочу показать именно в реновации, как пример реновации жилищного фонда Что делали немцы в последние годы своей реновации Ну вот здесь, во-первых, на этих фотографиях видно, да, что они снимали целиком блоки панельные Тем самым, скажем так, разнообразивали фасад Популярность получило бюро архитектурное Нормана Форстера Которое, вот вы видите, из панельного пятиэтажного дома Делало вот такое сокровище То есть, что у дома появлялись? Палисадники на первом этаже Это вот такой узнаваемый элемент Форстера Снимались частично блоки с верхних этажей Просто на самом деле в Германии, вот опять же, все зависит от исходных условий Действительно было много пустых квартир Поэтому как бы можно было себе позволить перепланировку Где-то выделение отдельных панельных блоков Перепланировку я имею в виду что? Я имею в виду то, что, например, балкон, существующий в пятиэтажке Он мог превращаться в гостиную Путем объединения Именно если не несущие стены То шли какие-то трансформации в планировочных решениях И вот, собственно, могли быть какие-то дополнения на фасаде В виде пристроек, настроек Здесь это вы видите И первый этаж Появляется дополнительный буфер Между первым этажом, фасадом, условно говоря, дома И улицей Пристройка по всему фасаду В виде вот таких балконов Тоже известный дом Плотенпаум Где из дома длиной 180 метров Получились вот такие виллы То есть снимали уже не просто, да, там часть Чтобы разнообразить силуэт А снимали целиком блоки Соответственно, дом поделили там, условно говоря, на семь На семь отдельно стоящих объектов Что хочу сказать в итоге Что ареновация жилищного фонда По всему миру Она, конечно, происходила по-своему Но какие-то общие веяния Все равно выделить можно То есть первое Это большие экономические процессы То есть это дотации, субсидии, гранты Целевые программы, льготы по кредитам Это то, что может дать государство Для ускорения программы Как правило, выпускается в начале реализации программы Некий закон, да, который регулирует Кто входит в реновацию Как входит, на каких условиях и так далее Как правило, создается специально полномочный орган Да, вот в Пекине я рассказывала Это был институт городского планирования В Москве сейчас там это фонд реновации И создаются, как правило, новые стандарты То есть это может быть от простого Просто там не больше, не знаю, там Больше количества комнат До конкретных планировочных решений Требований к отделке А вот, собственно, да То, что сейчас происходит в Москве С 17-го года была введена программа Реновации жилищного фонда В которую вошли больше 5000 жилых домов Скажем так, главным органом Который контролирует именно Общение жителей Который контролирует, что происходит в квартирографии С переселениями, с потоками и так далее Это Московский фонд реновации В Москве тоже вышел закон о реновации И выпущено несколько стандартов Там по отделке квартиры Они представлялись в паильонах на ДНХ Стандарты по планировке То есть есть определенные, скажем так, ноу-хау Которые сейчас в новых домах Должны будут соблюдать Вот если коротко, наверное, все, что я хотела рассказать Готова ответить на ваши вопросы, если они есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!